Закрыл машину? Да, на три обормота. Хе-хе, на три обормота. Это смешно. Учитель, я тест составляла сама, поэтому в интернете вы его не найдёте. Я нахожу этот тест целиком. Учитель. Это не может быть. Мои желания, мои возможности. Крылья, лапки. Жалко, что уже август. Как девушки ждут, пока закипит вода? Как парни ждут, пока закипит вода? Так а чем ещё заниматься? Ты кипятишь воду, ты стоишь над водой и ждёшь, пока она закипит. Всё правильно. Ну чё, а ты скоро? Он, хочу узнать тебя поближе. Какая ты внутри? Я. Сервант с сюрпризом. Если ты сядешь на свою куклу Вуду, то ты больше не сможешь встать. Чувак, три ночи, блин. Так, стоп, слушайте, а правда? Это ж, наверное, так и должно работать, да? Учитель. Я, конечно, не художник. Так же учитель. Кто пишет, а потом говорит, срисовывайте. Да можно ж просто картинку показать. Женские гели для душа. Шёлковый шоколад, бархатный персик, нежность лилии. Мужские гели для душа. Энергия, адреналин, жесть, камни, палки, крошки, шки. Ну да, и всё это 15 в одном. Самый лучший день. Я. Зарплата. О, Хасбик, прикольно. Крутой чувак. Английский. Потейто. Я. Потато. Английский. Дизайнер. Я. Дизигнер. Английский. Найт. Я. Книхт. Английский. Ну тут даже я сломался. Кто пишет, о май гад, это не мем, а май лайф. Не, мулифи. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка приколов. И не забывайте приобретать нашу солёную книгу, которая называется «Привет, мир» и доступна во всех книжных магазинах. Ну а теперь поехали. Художник. Его произведение. Носить фитнес-браслет – это как играть в тамагочи, только голодное немытое животное. Это ты. В точку. Знаешь, я тебя люблю со всеми твоими недостатками. Я не знала, что у меня есть недостатки. Вот же ж блин. Чё? Ничего, стирай трусы давай. Я в поисках халявы. Семь дней бесплатно. Введите данные карты. Отмена. А-ля, отмена. Кто пишет, боже, как жизненно. Да бесят приложения, которые говорят, о, хотите попробовать пробную версию? Бесплатно. Семь дней. Ты такой, да, давайте. И они такие, ну, давайте данные карты. Ты такой, а, понимаю, хорошего дня. Об этом же и был мем. Зачем я то же самое сказал два раза? Ну, короче, да, ситуация мне понятна и близка. Мне вообще весь этот мир понятен. Я как будто триллионы лет проживаю на триллионах таких же планет. Короче, вы поняли. Когда встаёшь из-за компа и забываешь, что у тебя подключены наушники. Стои, амба. Это Зидан? Похож на Зидана. Я. Мам, разбуди меня в 9 утра, пожалуйста. Мама. Хорошо. Так же, мама, в 6.30 утра. Вставай, бегом. 10 минут осталось. Жить тебе, если не встанешь. Я каждый год в конце лета. Довольно. Хе-хе-хе. Недовольно. Кабачков много не бывает. Шанс победить Джеки Чана в этой комнате равен примерно нулю. Ну да, тут много всяких штук, через которые можно сделать прыг-прыг. Двух, тихо. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Ну вы поняли. Кто смотрел фильмы с Джеки Чаном, тот поймёт. Часто от нечего делать захожу в трансляции ВК к разным девушкам. Там кто-то транслирует, ВК серьёзно ведёт стримы. И кто-то их смотрит. Есть такие? Напишите в комменты. Как правило, всегда находится сволочиё, которая просит раздеться перед камерой и показать себя. Ну это типичный Твич. Всегда скриню их сообщения и захожу к ним на страницы. Если женаты, есть возможность найти их жён в друзьях, то всегда отправляю им скрины. Испытываю нереальное моральное удовлетворение от этого. Как дешёвок. А вот это красиво переигранно и уничтожено. Ну не знаю, как ВК, но на Твиче, по-моему, реально там дофигища. Да и этих девушек, которые там стримят, типа полураздетые, они сами походу не против. Потому что они только на этом и зарабатывают, судя по всему. Как же сильно эволюционировала графика. PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PSG. Что такое PSG? А, PSG, я понял прикол. Ё-моё, вот это я дурак. Всё, ясно, понятно. Первый класс. Ура, школа! Третий, шестой класс. Блин, снова школа. Седьмой, одиннадцатый класс. Нам конец! Скандинавская ходьба, это когда ходишь и мечтаешь жить в Норвегии. Эх, мечты. Здравствуйте, я на собеседовании. В какой области специализируетесь? Если интернет быстрый, то в любой. В Ростовской области специализируюсь. Ха! Никто. Мой мозг, когда мне приходится закрыть глаза в душе. Или в душе. Можно ли закрыть глаза в душе? А что ты тогда увидишь внутри себя? Здесь должен быть этот, вьетнамский флешбек. Однажды спросил у психиатра, связан ли мой высокий интеллект с моей депрессией. На что он ответил мне, что у меня нет ни высокого интеллекта, ни депрессии. Пара-пара-пам. Сразу видно, хороший специалист. И конкурсы интересны. Это я выпустился после архитектурного. Кто пишет? Ну, так-то все правильно. Дом есть, солнце на месте. А кто там на доме сидит? Чё за лиса синяя? Или гремлин? Хрен пойми, кто это вообще? Кошка может. Мне так нравится, как в России все играют в прелестную игру «Попробуй заработать на квартиру и не сдохнуть». Длительность игры, вся жизнь. Родители. Что может быть лучше, чем завести детей? Я. Деньги, тишина и целые нервы. С самого начала пандемии, ковид-19, стоматолог Йорк Кёллер из Бремена не перестает удивляться, что не так с этими людьми. Почему ковид-диссиденты так боятся микрочипов в вакцинах? Мы, стоматологи, уже несколько десятилетий подряд вставляем микрочипы в пломбы, и пока что никто не жаловался. Вживлять чипы через прививку – это же абсолютно нереалистично. Они же должны быть микроскопически малы, чтобы пролезать через иглу шприца. А вот в пломбе полно места. В коренной зуб взрослого человека без проблем помещается целый профессор пентиума памяти на 20 терабайт, включая Windows 10. При этом зубы находятся рядом с мозгом, что сильно упрощает контроль над человеком, а к стоматологу рано или поздно приходят все, даже самые ярые скептики попадают в мой кабинет. А если у кого-то и нет кариеса, то я просто говорю, что кариес есть, и сверлю дырку по чип в здоровом зубе. Что в этом такого? Слушайте, а ведь это звучит как правда. Я слышал такую тему, что могут поставить коронку на зуб металлическую, и она у тебя может случайно ловить радиоволны. Ну то есть ты можешь слышать радио через свою пломбу, в прямом смысле. Не знаю, правда это или нет, но я такую информацию встречал. Игра. Это стелс-миссия. Нужно уйти не замечая. Я. Возможно, когда в шесть лет я загадывал желание. Хочу компьютер, чтобы мне разрешали за ним долго сидеть. Нужно было формулировать немного точнее. Реальность полна разочарований. Александр Пушной возвращается на телевидение с шоу «Купите это немедленно». Участники в нем будут представлять свои необычные изобретения зрителям. Переделки. С возвращением дядя Саша. Да я его и на ютубе прекрасно смотрю. Я резко встаю с кровати. Комната. Решила набрать бабушку, пока мы с мамой ехали в машине. Она взяла трубку и такая «Привет, дорогая, не могу сейчас разговаривать, твоя мама стоит у моих дверей». Я ей говорю «Ба, вообще-то она сейчас сидит рядом со мной». На что она отвечает «Проклятие, ты меня подловила, я просто не хочу разговаривать». Бабушки тоже бывают интровертами. Все мы понимаем эту бабушку. Когда первый стоишь на светофоре, но его не видно из салона. Да блин. Ну да, бесят такие перекрестки, где нет дублирующего светофора. Это первое, на что я обратил внимание, когда начал играть в Евротрак. Там нет дублирующих светофоров за перекрестком. У нас в Ростове в принципе везде стоят дублирующие светофоры. И ты, когда стоишь в первом ряду, тебе не надо смотреть на светофор, который висит над твоей машиной. Ты смотришь за перекресток. А в Евротраке нету их. И меня это жутко бесит. Но потом я привык и просто пролетаю на красный. Ну, в Евротраке. Знаешь, как расшифровывается Омск? Не. Отдалённое место ссылки каторжников. А как расшифровывается Томск? И как? Тоже отдалённое место ссылки каторжников. Кто пишет? Москва. Место основного скопления крупного воровского актива. Пара-пара-пам. А как расшифровывается Ростов? Ладно. Потом придумаю. Я кидаю в групповой чат смешной мем. Никто не реагирует. Я. Я больше не буду шутить. Вы это не цените. Мужской набор для мытья причин дал. Вот это нормальная тема. Шампунь для главного члена вашей семьи. Для кота, что ли? Нежный гель. Опа-попа для мягких мест сильных мужчин. А где у сильных мужчин мягкие места? Не должно быть таких. Ну, спасибо за подарок, дорогая. Я. Будь моей девушкой. Она. Конечно, я так мечтал об этом. Будильник. Здорово. Чё, снилось? Я, когда какой-то случайный запах вдруг переносит меня на 20 лет назад. Да, бывает такое. У меня недавно такое было. Я где-то проходил и такой какой-то запах почувствовал. И меня это как будто в детство вернуло. Я такой, о, прикольно. В Краснодаре школа взяла рекорд по числу первых классов, набрав их на все буквы алфавита. Теперь там есть даже первый «Ы». Их будет бояться вся параллель. Из какого ты класса? Из «Ы». А мягкий знак есть? Твёрдый знак. Дети сейчас. Не хочу пиццу, хочу роллы. Я в их возрасте. Пф, легко. Кто пишет, до сих пор так хаваю. Четыре года встречался с девушкой, она отказала в свадьбе и съехала от меня. Я решил побаловать себя этой красотой. Потратил все накопленные деньги. Геймеры. Уважение. Когда она попросила сводить её в дорогое место, и вы пришли в платную больницу. Балдёж. Там как бы дорого это лечиться, а не просто сидеть. Посидеть в очереди там вроде даже бесплатно можно. Ну, я слышал. Ну, чё, мужики, клюёт? Рыбаки. Намана. Шо это за упор это? На друга моего похож. Микроволновка? Не, не слышали. Ага, потом эта пицца начнёт капать на пол. А, ну так ты ложись снизу, да. Рот подставляй, в принципе, нормально. Если ты расстроен, что лето заканчивается, то не грусти. Вспомни, что тебе больше не придётся иметь дело с этими существами. Вот поэтому я и люблю зиму. Потому что летом жара, комары, кусаются эти, аааа, мухи, мошки, вся вот эта фигня. А зимой сидишь себе спокойно, дома тепло, выглядываешь в окошко, смотришь на снежок. Там всё чистое, беленькое. И чё мне с этим делать? Ничего не знаю, мать сказала передать. Ну, пожарить можно, икру можно сделать. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Не знаю, придумывайте, чё хотите, мама сказала передать эту картинку вам. И лучшие из ваших комментов попадут в следующий выпуск. Не забывайте приобретать нашу с Аленой книгу, которая называется «Привет, мир». Можете перед этим заценить обзор на неё на канале «Лид Обзор». На нашу книгу, не на Алену. У Алены свой канал, называется «Книга Голик». Она там сама обзоры всякие снимает. Не снимает, мы просто переехали, но скоро будет снимать. И там уже есть разные обзоры, можете посмотреть. И книжные приколы там есть. Канал называется «Книга Голик». На него ссылочка есть вообще-то в описании под каждым моим роликом, если вы не заметили. Вот можете открыть описание к моему ролику к этому. И посмотреть, там вообще много всяких ссылок. Есть ссылка на мой ВК, Инстаграм, Телеграм, ТикТок. Есть ссылка на мой игровой канал. Да, давненько там ничего не выходило, но может скоро выйдет. И есть ссылка на канал Алены. И конечно же, там есть все ссылочки, где можно приобрести нашу книгу. Ну, не все, но о которых, по крайней мере, я знаю. И книжку вы можете приобрести либо через интернет, либо пешком прийти в свой книжный магазин, там взять с полочки книжку и пойти ее купить. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»